А вот на самом деле вот этот лэнд-крузер это квинтэссенция панту. Я точно знаю, что это я могу делать. Это долго, нудно и обосраться здесь условно невозможно. Я, конечно, стараюсь быть культурным человеком, но получается херово, абсолютно верно. По-моему, вы занимаетесь просто полной ерундой, отойдите оба. Сейчас момент истины. Привет! Сегодня мы продолжим и закончим переделку Toyota Land Cruiser 200 в 300. Для тех, кто предыдущий выпуск не смотрел, расскажу. Это 200-ка 2011 года, она дорестовая. Это уникально тем, что она была все это время у одного хозяина. Мы этого хозяина знаем. Он обслуживал эту машину в одном месте, то есть здесь, в Восток Авто. Короче, полностью известна вся ее история. Машина не битая, у нее было крашено одно крыло, и оно было такое с рыжиками, так себе. Ну, плюс от времени у нее заржавели пороги. Вот здесь вот внутри были рыжики. Сейчас я вам расскажу и покажу все, что мы сделали по мелочи. Мы также открасили все детали, вот они вот здесь расставлены. Весь комплект обошелся в 500 тысяч рублей. И дальше мы сегодня полностью соберем и посмотрим, насколько с китайским комплектом эта машина будет ровная и вообще похожая на 300-ка. И вы потом оцените, потому что мне же ее еще продавать потом. Налетай! Торопись! Покупай! Вот эти переходники, они шли в комплекте. Ребята их уже все установили, вот они. Дальше пойдемте. Крыло, ну мы просто выкинули, у нас будет новое свое крыло, оно шло в комплекте. Вот смотрите, например, порог. Это не аварийного свойства, это просто уже от времени зашоркался порог, ушла краска. Пороги то же самое, вот видите, мы их подготовили полностью по задней части. Вот помните, да, все было уже тоже такое ржавенькое. Все здесь подготовили, все зачистили. Сегодня все установим. Ну и внутри у нас, видите, как бомба взорвалась, потому что мы же шьем новый салон, из которого я сегодня вам смогу показать, к сожалению, только офигенную крышу. Также вот у нас сзади, видите, вот эта вся, помните, была рыжая такая, как будто уже все, ей на свалку пора. Нет, она такая нормальная, живенькая, целенькая. Ее просто, ребята, антикуэром обработали и сверху покрасили мастикой. Теперь этого надолго хватит. Это я могу сделать. Так, значит, что я должна? Вот эту вот круглую штуку тыкнуть вот в эту черную палку, да? На лице парня было написано просто «нахера?». Сейчас момент истины. Блин. Слушай, а вот это-то надо будет отодрать, это шпалево, а под ней-то что будет? А под ней будет гумно. Блин, да тут с магнитолой у нас, ребят, косяк вообще жопа какая-то. Мы не можем, Евгений, все знают, что ты богодрочер. У меня есть спрей от богодрочеров. Все, кино не будет, электричество кончилось. Это левое крыло. А левое – это вот если перед машиной стоять или если в ней сидишь. Слышишь, ну хватит из меня совсем дуру делать, а? С таким, такой, такой, это левое крыло. Посвол ты! А перед этим, знаете, что он сказал? Давай ты сейчас поставишь крыло, а я потом, ты уйдешь, я потом все переделаю. Блин, а и правда, что с этой хернью делать? Блин, как я вас всех… Это секс… Как сейчас скажу? Это, короче, то, что сейчас было, это сексизм и шовинизм. Так просто, если вы забыли, парни, я с крылом тут стою. Загандонить – это я умею. О, смотри, у меня… Что ты умеешь? Загандонить. Это что значит? Это в русском языке такое есть слово. Оно, оно означает… Не спортик. Нет, нет, оно означает сделать великолепно, очень качественно, по высшему разряду. Думаешь, они меня обманывают, и это не это значит? Нет, скорее всего, нет. Парни, у меня тут ситуация. Нужна десятка. Сама догадалась или подсказали? Конечно же, сама. Не, на самом деле, просто, чтобы ты знал, я болт не докрутила. Ну, тут уже даже сейчас, смотри, нормальные зазоры. Хотя еще, конечно, дотягивать будут, видите, крыло пока ходуном ходит. А вон наши фары. Красит, ребята, очень хорошо, видите, прям вот просто идеально красит. Они всегда хорошо красили. Хоть у вас и поменялся, да, парень, вот тот, который год назад работал, его, по-моему, нет, да? Камера хорошая, видите, оборудование хорошее, руки хорошие, короче. Все как у нас. Все как у нас, да? У кого у нас-то? Ну, у нас, у меня. А у тебя-то что? Камера хорошая, руки хорошие. Я тебе просто показать ее могу, конечно, а что-то на нее... Ты фару и трехсотки не видел? Нет. Вот это да! Ёб твою мать, красотища какая! Сколько такая штука стоит? Конкретно одна фара? Да, одна фара. Ну, я не знаю. Садись, два. Это не регионал, не регионал, естественно же. Это китайский весь комплект. Весь китайский комплект, и фара, естественно, вся из себя китайская. Сейчас главное мне не уронить ее нахрен, потому что у нас второй такой фары в этом комплекте нет. Придется... Они есть пошли, я бы тоже пошла, если бы ты меня отпустили. Сколько угодно. Да, давай поработаем, потом ты есть пойдешь. Ой, как себя ведет леса, который прямо хочет очень-очень-очень поесть мясо. Сейчас, сегодня виноград ела, чего только не ела. Все, рыбу ела, все ела. Все, все, чтоб только поесть. Та-дам! Минуточка супер-классной и супер-полезной рекламы. Есть же такие дорогие мои зрители, которые обязательно хотят обслуживать свой автомобиль у официальных дилеров. Да, сейчас цены высокие, но я знаю, как сделать это дешевле. Переходите по первой ссылочке в описании. Там вы выбираете вашу марку-модель, тот ТО, который вам нужно сделать. И прямо на карте вы увидите, где в вашем городе самый хороший по ценам дилер. Нинахал! То есть, который дает вам самые лучшие цены. Работа автоспота для вас совершенно бесплатна. То есть, кроме той суммы, которую вам предлагается заплатить за ТО-дилер, вы никому ничего не заплатите. То есть, прямая выгода. Вы просто тратите минуту своего времени на то, чтобы найти на автоспоте лучшего дилера с самой лучшей ценой на ТО. И при этом вы сразу едете и точно знаете, что сэкономили ваши денежки. А если машины еще нет, а хотите обязательно купить ее у дилера, переходите по второй ссылке в описании. И точно так же там выбираете марку-модель и находите того дилера, который сделает вам самое лучшее предложение по новой машине. Для этого вам нужно оставить заявку, вам перезвонит специалист автоспот и все для вас организует. Ссылочка в описании. Че ты ржешь? Мне парни дали пару, сказали стоять, держать. А они пока правую ставят, потом левую будут ставить. Вот, смотрите, это ее старая фара, это ее новая фара, ее машины. Вот. Ну, посмотрите, какая разница. Глаза это очень много, очень много. Соответственно, так-то издалека на трехсотку я уже вижу, что 100% будет похоже. Ты не знаешь этой истории, когда Лена еще снимала, у нас был Юра, у которого было прозвище Юра, который смотрел на жопу лисы. Потому что был кадр такой просто очень смешной. Юра где-то вот тут сидит. Он сидел спиной на ворот, и он был в телефоне. Да, и потом в какой-то момент мы смотрим на камере, а там кадр, когда он типа сидит с телефоном, а я вот здесь стою, четко ковыряюсь. И он просто пристально вот так уставился на мать. И Лена снимает, когда Юра, который типа сидит в телефоне, на самом деле сидит такой. Лиса жоп, лиса жоп. И все парни в этот момент это просекли. И, короче, у Юры с тех пор была кликуха Юра, который смотрел на жопу лисы. Слушай, ну классно. Даже я хочу сказать, что свежо. Ну, собираюсь, смотри, как свежо, да? Не, ну внешне, согласись, вот внешне ты приезжаешь, крузак 11-го года. А он прям такой вообще солидный. Но это для тех, кому, ну, жалко то, что машина уже устаревшей выглядит. Тут ее обновила, вот ей новая жизнь. Так-то тачка огонь. Смотрите, у нас в прошлом выпуске было обсуждение, что делать с задней надписью. Потому что пришла просто белая полоска, которую покрасить и что дальше с ней делать. Купили отдельно в Китае, продается, стоит недорого. Вот, выглядит как на трехсотке. Просто не знали на момент первой съемки, что эта штука есть. Дальше мы, если помните, здорово с эмблемой. Так вот, потому что вот так должна выглядеть эмблема, типа под трехсотку с дистроником. Вот, и тоже оказалось, что они есть, ее купили. А вот эту эмблему мы пытались... Петь, мы эту эмблему пытались воткнуть? И воткнули даже, да? Вот, ну короче, мы можем от нее отказаться, потому что вот эта выглядит солиднее, прям как у трехсотки. Оказывается, все это вообще легко покупается. Просто все на практике, и нужно знать места. Не все эти места знают. На момент про детальки, вот я чуть-чуть упоминала. Смотрите, на это мало кто обращает обычно внимания. Пружины, мы их поменяли. Почему мы это сделали? Вот видите, старые задние и передние пружины. То есть мы прям на обеих осях поменяли. Потому что у нас комплект типа под хорошую комплектацию. Все комплекты так приходят. То есть чтобы машина выглядела богато. В особенности это для китайцев важно. Вот они всегда, когда делаются какие-то переделки, все эти переделки типа под топ делаются. Так вот, топовая машина, она на гидроподвеске. Если вы обратите внимание на крузак, что 200-й, что 300-й, вот смотришь на него, и у него шопа иногда бывает чуть-чуть приподнятая. Это простая комплектация. То есть обычная железная подвеска. А машины на гидре, они закомпенсированы. То есть они ровненько стоят. То есть если человек, знающий, он понимает, что эта машина такая косенькая, слегка приподнятая, а при этом она типа в Одессе, сразу понятно, что так не может быть, и это колхоз. И у нас мы поставили ее абсолютно ровно. Если посмотреть сейчас сбоку, ну может быть немножечко приподнятая жопа, просто за счет того, что у нас же сзади даже сидения нет. Она сейчас абсолютно пустая. Вот смотрите, допустим, 50 килограммов, 55 килограммов сели, и все. Вот смотри, она сейчас абсолютно, покажи, Женька, она абсолютно ровная. Вот, то есть вот такие детали, они, ну если нормально подходить к переделке, так уж прям вот дотошно, такие детали, они обычно никем не переделываются, но мы решили прям вот хорошо сделать. Ну плюс поменяли, все теперь новенькое. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, я точно знаю, что это я могу делать. Это долго, нудно, и обосраться здесь условно невозможно. Ну про невозможно обосраться, ты, конечно, преувеличила. А почему? А парни, ну я вам точно могу сказать, что вы заняли меня надолго. Я отстала от вас на некоторое время. Парни, а ее что, всю сюда надо засунуть? Вместе со всеми патронами? А они не входят? Короче, я так понимаю, они меня просто обезвредили. Не стой связались. Не пройдет этот номер. Как эту косу можно сюда нахрен затолкать? Ну и что, у нас жгут не заправлен до сих пор? Какой жгут? Какой жгут? Иди бампер пока, ищи, куда передний ставить. Передний бампер на месте. Блядь. Нет, нет, не битый и не крашеный. Точно не крашеный? За 100%. Может, тюнингованный какой? Ну вот видишь, тебе тоже непросто. А вы надо мной ржали. Слушай, это классная штука. Ну-ка, порули на меня. Порули на тебя. Блин, ну по размеру бублик как бублик, ну этот, конечно, ну просто он помоднее выглядит, что ли, посовременнее, да? Так, ну что, рулек зачет. Решили поменять руль, потому что, ну тут у нас, видели, он прям со всем устаревшими кнопками, ну и в принципе он старый, зачуханный. И вместе с набалдашником селектора вот это все дело, это где-то 25 тысяч рублей. Сейчас поставим. Ну ведь приятно вы за руль все время трогаете, смотрите на него. Приятно, когда он выглядит современно. Куперопатрон старый берем и ставим сюда. Вот, а чехол вот он новый. Сейчас ребята накидывают бамперы, после этого внешний вид по морде у нас сформируется, но будет хотя бы понятно, то есть насколько хорошо или нехорошо, насколько похоже на трехсотку все это дело выглядит. А сзади крышка у нас пока отдыхает, мы с ней пока не все получается. Мы решили, что, ну пускай настоится. Может что-то с тобой там как-то решится. В смысле, что за хуйня? Это Toyota Land Cruiser 300. Ой, какие поворотники красивые. Так, а прикол в том, что они здесь вот с таким вот морганием, там знаешь, вот эта китайская вся тема. Мы в прошлый раз говорили, что мы, может быть, это отключим. То есть, когда ты подходишь к машине, когда ты ее стартуешь, у тебя приветственные огни. У тебя тут фары такие лай-лай-лай-лай-лай, как в китайских автомобилях играют. И вот они тут так тоже делают. А чтобы это отключить, нужно разобрать фару, залезть внутрь в блок фары. То есть, они этот блок встроили внутрь фару. А мы думали, что это можно просто так отключить. Нифига. Зачем это отключать красиво? Ну, потому что, если стремиться вообще к крузаку 300, у него-то так нет. А, у него нет никакого приятствия? Нет, у него, по крайней мере, вот это вау, вау. То есть, короче, китайцы сделали, как немцы. Китайцы сделали, как китайцы. Почему? Велком-лайк – это же немецкий стиль. Нет, подожди. Нет, нет. Ну, ты не видел, какой здесь велком-лайк. Херовый, да? Он слишком агрессивный. То есть, его очень много. Она все там помаргивает по очереди. Да, вот так правильно. Та-ла-ла. Только оба. Только оба. Какой-то, о-о-о-о. Соленый. Нет. 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 Это очень классно, снимать видео на фоне лежащих на полу парней. Повторяю я второй раз, потому что первый раз Евгений не включил камеру. Камера хорошая, руки хорошие. Парни устанавливают в пороге. Выглядит это, ну, приблизительно будет вот так. Следующий порог буду устанавливать я, потому что нет, нет, без шансов. А почему нет? Парни, я хочу порог поставить второй сама. Нет, на это я патить не могу, товарищи. Нет! Так, ребята, вы пока продолжайте работать, а я сбегаю. Мне очень надо Пете показать п***цки. Я сейчас все доделаю и приду порог ставить, обещаю. Все будете в порядке, даже лучше. Так, смотрите, в прошлый раз у нас стал вопрос решетки. Делать ее черную или оставить серебристую? Вот пришла решетка. В каком виде она была серебристой? Честно, я вот абсолютно за черную. Ну, конечно, выбор за вами. Вы видите, у нас есть две, потому что это остаток с другого комплекта. Там поставили не моего, у меня один только комплект. Там поставили тюнинговую решетку. Вот, а здесь остались варианты. То есть, я сейчас ставлю вот эту. И если вы говорите мне, пишите в комментах, что Лена, убирай это, ну, оставь решетку ту, которая была здесь штатно в этом комплекте, обещаю, я вас слушаю. И в моменте, когда я вам покажу готовую машину уже с салоном, это, наверное, будет следующая серия, вы увидите ее на той решетке, которую вы выберете в комментах. Я, конечно, стараюсь быть культурным человеком, но получается херово, абсолютно верно. Парни, а теперь скажите мне, как мне сымитировать то, что я прикручиваю к порогу болт? Мне, короче, нужна чудесная скамейка, на которой вы ездите. Вот она. Далее, мне нужен как минимум болт и вот эта штука. Стой, ты проехал. И что я должна здесь сделать? Не понимаю, какой болт и кому я должна сейчас прикрутить? Ложись, да ложись. Заезжаем. Голубской. Грудь не проходит. Парни, я, конечно, понимаю, что вы любите надо мной поиздеваться, но вы мне дали не ту головку. Не, я большую люблю крутить. Чего мне маленький-то крутить? Маленький-то сам крути. Изрядно уже заколебалась, потому что мне опять дали маленькую головку. Короче, это наша крыша. Видите, какая кайфовая? Вот весь салон такой будет. Просто не готов, еще время надо. Это на самом деле его родная крыша. Просто она перешита в алькантарку. Берется ткань, делается полностью под размер. Вот там на машинках все это сшивается. Вот здесь вот это поролончик проложенный. Посмотрите, как качественно. Потому что ручной труд. То есть салон будет сделан, собран вручную. И у нас в сидении сейчас делается поролончик от Lexus, потому что там сидения по форме, они получше. Вот, короче, вот она готовая крыша. Скоро мы ее поставим на машину. Но это уже когда мы будем монтировать салон, когда уже полностью все будет готово. Когда вы внешне мне скажете, понравилась вам эта машина или нет. Я уверена, что в таком, вот тогда, после этого, когда я соберу салон, вы скажете просто вау. Короче, этот салон делает человек, который делает великолепные салоны. Я видела их несколько штук. Это просто топ-качество. Это красота. Это орался. Короче, дико красивые наши фонари почему-то дико не встают, да? Да. Что-то вот реально уже столько часов с такой... Обычно раз, 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 раз. По-моему, вы занимаетесь просто полной ерундой. Отойдите оба. Ты посмотри, а? Слушай, это же просто супер. Ну, столько времени мы с... То есть вы с этим минулись. Да. Это просто... Для крузака я вам скажу, что это завод. Это просто завод. Просто идеально. Кстати, вот это... Я знаю, вы будете спрашивать, где переделать двухсотку в трехсотку. Монс Тюнинг. Ссылочка в описании. Собственно, здесь я переделывала и двухсотку, да? Рестовую в рест. В шестнадцатый год. Вот то же самое, что сейчас стоит на заднем плане делается. И здесь вот делаю трехсотку. Ну, потому что шутки шутками. Ну, такие вещи нельзя доверять тем, у кого руки из жопы. И кто никогда этого не делал. А здесь парни, они прям специализируются на подобного рода рестайлингах. То есть мы сейчас делаем вид, что мы первый раз навешиваем этот бампер. И я подхожу такая бодрая такая. Парни, давайте я буду вам помогать. Давай, Евгений, ты снимай так, чтобы выглядело, что это не парни бампер навешивают, а я. Ты должен как-то... Ты же мастер монтажа. Отвечая на вопрос, который очень часто пишут в комментариях, когда понимают, что снимает Евгений оператор. Значит, самый частый вопрос, Евгений оператор, догадайся, какой? Нет, раньше почему-то очень часто спрашивали, гей или Евгений. Первое, у него есть жена, поэтому нет. Хотя, блин, хрен знает, вы по-разному скрываетесь. Но второе, самое главное, свое обучение в летном училище он не про... Просто он приезжает сюда на каникулы, понимаете? Понимаете? То есть столько народу, я поражаюсь вообще, сколько народу злорадно пишут. Ну что там, поучился, вернулся, пришел, приполз обратно, ребят. Я просто не понимаю, откуда столько злости и, наверное, зависти. Учится, все нормально. Ты когда заканчиваешь, в этом году? В следующем. В следующем году заканчивает. Так что, когда вы будете в аэрофлоте, там, возможно, вам объявлять будет что-то как раз таки оператор Евгений. Ну что, закрываем и дальше смотрим, константируем, что у нас зад имеет законченный вид, да? Зад имеет конченный вид. А вот на самом деле вот этот ленд-крузер, это квинтэссенция понтов. Я считаю, что взять ленд-крузер 2011 года, да, хороший, да, вопросов нет, и переделать его в год, получается, 21 модельный, это реально просто квинтэссенция понтов. Но я вам скажу, что трехсотым он не станет, но я вам скажу, что 90% людей, даже я бы сказала 95, поведутся, что это трехсотка. Я думаю, я думаю, что я, знаете, что сделаю? Вот, мы поедем на южего дилера. Давайте поедем, когда мы, короче, когда мы ее полностью соберем, мы поедем ее оценивать к дилеру. Давайте пишите, кто за, как трехсотку. То есть я буду там крутить, мутить по поводу документов. Я, блин, я придумала. Я возьму знакомого документы от трехсотки и посмотрим, то есть мы просто снимем с скрытой камерой поржем, да? Да, хорошая идея. Вот, вот это будет кайф. Артур? Женька, слушай, а сними, пожалуйста. А, сейчас мы снимаем решетку, да. Да, давай. Уже пишем. Да, уже пишем, да. Уже пишем, да. Уже пишем, да. Уже пишем, да. Там-дарам-дам-дам-дам. Главное, не обломать кронштейн. Погоди, погоди, погоди. Оп, вот я сверху. Снизу не зашло вообще. У вас она высоко, слышно? Как у тебя, Алина, прошла установка решетки, нормально? Великолепно, у меня все получилось. А, блин, вот за ним переделываю. Да просто стоял рядом, все переделываясь, за ним теперь вот. Худят тут всякие, вообще мешают работать. И цыганочкой пошла, 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 пошла. Ну, вот она, трехсотая морда. А че тишина-то такая? Кричите от радости. Сейчас момент истины. Вот, блин. Короче, вы все предатели тут. Предатели, потому что я считаю, что получилось очень круто. Вы все его, это, тайные агенты, да, тайные агенты богодротчинга. Ну что, вот она, готовая морда. Уже даже расширители арок наклеили. Ну, ребят, теперь простой вопрос. Ваша оценка. Понятно, что эта машина не претендует на то, чтобы не отличаться совсем от трехсотки. Потому что это невозможно. Это двухсотка с китайским комплектом. Я этого не скрываю. Но я также считаю, что, в особенности с учетом того, что трехсоток на улицах совсем немного, вы в 95% случаев, нет, в 99% сойдете за обладателя трехсотки. Вот это мое мнение. Значит, вывод. По морде все встало вообще хорошо. И оно вот так и собиралось легко. То есть у ребят не было проблем ни с какими зазорами. Единственное, что в комплекте идет решетка с серыми ламелями. Перекрашена. Эмблема не идет вообще. Куплена, но недорого там. Ну, короче, до 2000 рублей. По задней части все шло не так гладко и сладко, как хотелось бы. Потому что там пришлось подкручивать петли, чуть-чуть подгонять зазоры. Но в итоге вы видели, брака профессионала, все стало классно. А теперь оцените от 0 до 10 вот эту историю. В общем, бюджет на данный момент вы можете купить вот такую 200-ку вполне живую, где-то за 2,5 миллиона рублей дорестовую. Далее вы покупаете комплект за 500 и далее где-то 150-200 будет стоить переделка. А дальше уже кто на что гораст. То есть мы еще будем переделать салон, вон, руль, колеса и так далее. Но это наше пожелание. А так, в принципе, вы в 3 миллиона рублей можете уложиться за автомобиль, который будет внешне выглядеть вот именно так. Целую, обнимаю. Пока. Ну вот сейчас у вас есть возможность рассмотреть его таким, каким он получился. Просто очень интересна ваша оценка. Вот смотрите, вы помните, сейчас мы поставим кадры самых первых наших встреч. с тем автомобилем, каким он выглядел, когда я его купила. Вот помните, та беленькая 200-ка. И вот каким он стал. Вот смотрите на мордочку. Сейчас постараемся его максимально подробно вам показать со всех сторон. Вот каким получился бок, пороги, арки. Я не буду утверждать, что она на 100% похожа на 300-ку. У нее есть некоторые отличия, но просто визуально. Вот вам старая на картинке, и вот смотрите, что получилось нового. Мы не показывали, как мы переделывали салон, потому что это была такая долгая история, долгий проект. А я вам покажу и попытаюсь, наверное, передать свои эмоции от этого салона. Потому что когда я увидела, вот это действительно прям пятерка. Именно по креслам, по тому, как это перешито, по крыше, по вообще, по всему, как это выглядит. Насколько это со вкусом было сделано, я, конечно, парням вообще очень благодарна. Хвалю не потому, что это моя машина, а просто потому, что когда сделано хорошо, хочется людям сказать спасибо. Man's Tuning, спасибо вам огромное. Ну, вы видите, да, прям, Володь, подсними прямо в детальках, насколько круто парни сделали салон. Мы поставили новый роль, мы дальше вот это вот все покрасили. Сделали типа глянец, ручки тоже, потому что, ну, если помните, такое же было все зашорканное. И, конечно, вида нового автомобиля это не имело совсем. Перетянули рычаг КПП, вот эту штуку тоже покрасили. Надели вот сюда гандончик покрасивее. Вот, в принципе, и все. А дальше, ну, дело ваше, нравится-не нравится, мне кажется, что мы просто дали вторую жизнь. Ну, вы же понимаете, что пробег от этого не стал меньше. Зато вот я к ней подхожу, мне прям душа радуется.